Привет всем! Мы находимся в Нижнем Новгороде с моим личным нижегородским ангелом-хранителем Екатерина Чудакова. Мы с ней познакомились еще аж... Давай не будем говорить, что в 90-х. Не будем говорить, в нулевых на самом деле. Я был в Москве. Вообще, технически я даже был, в общем-то, твоим начальником. Да. Главный редактор. Главный редактор, да. Екатерина чем меня поражает до сих пор? Тем, что я таких позитивных людей не встречал. Ну, то есть, точнее, встречал парочку, но это очень большая редкость, когда человек, даже попадая в какие-то сложные ситуации, все равно с улыбкой на лице это все переносит. У нее все прекрасно, вот только что мы говорили, все замечательные. Все хорошие. Все хорошие, все вообще, все лапочки. Это такая большая редкость в нашей стране. Спасибо большое. Да. Но говорить мы сегодня будем, естественно, про профессиональную деятельность Екатерины, потому что она, в общем-то, много чем занималась. Например, один из главных проектов – это конкурс красоты. Да, конкурс красоты «Мисс Нижний Новгород». Сколько ты его уже, больше 20 лет же, да, проводишь? Да, я провожу его с 96-го года, и я сразу начну с байки. Давай. Как я устроилась на ту работу, где мы с тобой познакомились. Я пришла к нашему директору издательского дома «Абак Пресс» Алексею Хариктонову и сказала, что я в 96-м году не взяла на конкурс Наталью Водянову. Он говорит, а что это такого? Я говорю, ну ничего, что она потом стала супермоделью. И теперь она во всех интервью пишет, что она пошла от обратного. То есть, если бы она в то время получила место здесь у нас на конкурсе или стала бы успешной моделью в Москве, она бы, наверное, уже не попала на подиум в Париж и не стала бы суперзвездой. То есть, можно сказать, что ты поспособствовала? Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. А как она потом тебя не возненавидела за это? Ну, она косо на меня смотрит до сих пор, мне кажется, узнает. Хорошо. Ты же сама, я так понимаю, в прошлом модель? Нет, я не модель. Ну, да, я была, когда приехала с Украины, 2 метра роста, ну, условно, и жуткие комплексы. Я даже вытаскивала из своих сапог стельки, чтобы быть ниже. Я писала письма в институт Елизарова. Дорогой товарищ Елизаров, прошу вас, возьмите меня на операцию, укоротите мне ноги. Я больше жить так не могу, потому что я сама из Житомирской области, город Новоград-Волынский. И там, ну, просто жутко меня обзывали. Я даже вела учет всех обзывательств, которые меня дразнили в школе. А к тому же, ты же еще и не украинка живешь. Вообще не украинка. Я родилась в Германии, кстати. Ну, и вот, я приехала сюда, увидела объявление, что в доме модели есть такая вакансия. Я пошла, и меня взяли, ну, не манекенщицей, а вот именно моделью, на которую делались примерки для манекенщиц. А потом уже какое-то время прошло, и меня взяли уже ходить по подиуму. Но это неинтересное занятие для меня, оказывалось. Ты знаешь, по подиуму даже я ходил немножко, но просто помогал. Мы знакомые, модельерши были. Скажи, пожалуйста, а как пришла идея? Есть Нижний Новгород? Все очень просто. На самом деле, все всегда в жизни очень банально. Надо всегда смотреть, как все бывает по-простому. В моем случае, моя подруга Ольга Родионова, которая сейчас живет в Москве, ее двоюродная сестра Татьяна Андреева, она директор конкурса «Краса России. Мисс Москва». И она говорит, вы что там дурочек валяете в своем Нижнем Новгороде, займитесь делом. Проведите первый нижегородский конкурс «Мисс Нижний Новгород». И мы провели в 1996 году. Слушай, как это было в 90-е? Это было вообще огонь. У меня куча баек по этому поводу. Это было страшно, во-первых, потому что только дурочки, которым по 19 лет, могли решиться провести такой конкурс, когда денег не было в принципе в обороте. То есть нам надо было как-то склеить это мероприятие без денег. И поэтому мы, скажем так, заручились поддержкой в то время и у бандитов, правда, то есть и у УВДшники, там, МВДшники. То есть у нас было две крыши официальных. Мы себя спокойно чувствовали и его так как-то лавировали между теми и другими. И на самом деле, слава богу, конкурс проходит каждый год без пропуска. Как он менялся? Ну, то есть это же прямо эволюция целая. Революция, да. То, что вы сейчас делали в последний раз, да, это авангард. И по сравнению с тем, что там было в 19-1997 году. Вообще, расскажи, в какой атмосфере происходили вот эти все истории? Как приходили девочки, что там дальше? Как на них смотрели эти члены избранной комиссии? Что там было? Какие у них потом в дальнейшем судьбы? Судьбы, на самом деле, у всех разные. Все зависит от самой девчонки. Насколько она себя уверенно чувствует даже на сцене, в жизни, с мужчинами рядом, без мужчин. На первый кастинг в 1996 году пришло 800 человек. 800 человек. А нам надо было отобрать 20. Ну, это было новое мероприятие, голодные годы. И люди действительно хотели праздника. И для девчонок это была такая возможность социального лифта глобальной. И поэтому, когда мы все-таки отобрали 20, и я помню, я пошла привести себя в порядок, и я стою, мою руки, и ко мне подходит такая женщина-гигант, которая занималась бодибилдингом, которую мы не взяли, но потому что она гиганта. Она не может такая вот с такими плечами быть финалисткой конкурсами «Снежногород». Она меня просто вот так подняла и трясла вот так. «Почему вы меня не взяли на конкурс?» И реально я была между жизнью и смертью, потому что она меня вот так вот бросила, так прямо с высоты. А мне 19 лет. И у тебя рост такой, я представляю, какая она была. Она была великанша, ну просто вот, ну, как, я не знаю, как карелия, понимаешь? Вот, и она меня, значит, бросила, и тут, слава богу, охранник, потому что я начала вопить, как потерпевшая, что меня убивают. И вот, значит, все как-то, ну, это было к хорошим урокам. Потом я придумывала миллион формулировок, как не обидеть девчонок, когда ты им говоришь «до свидания», ну, вы нам не подходите. То есть говорить «спасибо, до свидания» – это у меня уже просто, ну, как на уровне ДНК. Это ужасно сложно. После всех кастингов я болею, наверное, дня три. Потому что ни одна девушка не приходит на конкурс красоты, чтобы занять второе место. Все хотят быть первыми. Это уникальный случай, конечно. Понятно. Хорошо. А как они вообще сами? В какой атмосфере они происходили? Вот вы там отбирали? Да, мы отбирали, значит, ну, 96-й год, мы отобрали 20 человек. Отвезли их на базу в Зеленый город, где они занимались репетициями. Потом выяснилось, что база, заключив с нами рекламный контракт на продвижение, а с нашей стороны девочки там должны были жить, тренироваться, соответственно, есть, питаться на две недели, у них оказалось вообще нет еды. Вообще. То есть девочки реально начали голодать. Я клянусь. Это вот такой был случай. И после того, как нам администрация этого базы отдыха говорит, ну, извините, у нас нет, нам нечем кормить ваших девочек, а конкурс уже через две недели, нам надо репетировать и все такое. И вот здесь случилось судьбоносное мое знакомство. Альберт Гусев, это директор компании «Сладкая жизнь». Я просто к нему пошла, упала ему в ноги, рассказала ситуацию. Он долго ржал, он прям ржал реально мне в лицо. Говорит, ну ладно, и дал мне две фуры еды. И вот они эти еду ели две недели. Ну и плюс к тому, что там вокруг зеленого города были капустные поля, они делали выездки, вылазки на эти капустные поля и ели капусту. То есть никто не растолстел бы. К финалу получили просто суперрезультат. Так это же по ЗОЖу прямо, понимаешь? Сейчас ты за это можешь деньги с них брать. То есть ты их можешь вывозить на самом деле в какую-нибудь турбазу, где нет еды, вокруг капустные поля, и вот вам прекрасный способ похудеть. Само прокормка, да. А сейчас, кстати, очень многие так делают. У нас есть такие в Нижегородской области. Хорошо. А вот эти ваши крыши и прочее, ну я уже задам такой прямой вопрос. Не рассматривали ли они этот конкурс как некий кастинг для своих содержанок? Конечно, рассматривали. Ну что ж тут мне начать врать и говорить. Конечно, возле конкурса было огромное количество мужчин. И у нас есть у организаторов конкурсов красоты, вообще в России, во всем мире, такая аббревиатура Клуб любителей красоты, КЛК. Они всегда возле конкурса, эти люди. Но здесь другой момент, что либо ты сразу идешь по пути, что ты продаешь первое место любовницам вот этих, ну то есть чтобы девушки стали любовницами этих мужчин, тогда конкурс можно закрывать уже через год. Когда побеждает на конкурсе крокодил, на следующий год к тебе больше никогда никто не придет, потому что это ужасно, это стремно. То есть продавать первые места и знать, что их покупают там, ну девушки, которые ну не очень, они ну не подходят, они никак ни по каким канонам не подходят под слово красота. Это ужасно. Но ведь было, наверное, давление. Конечно, было давление, да. Но на самом деле все зависит от людей, от людей, которые организовывают любой процесс. То есть мы просто на тот момент договорились вот с этими ребятами. Это был вор в законе Гера Горьковский, я как сейчас помню. Он, кстати, на конкурс пришел в белом костюме, в белой шляпе, вот такой вот. Он гордился собой, что он нам помог, бедным девчонкам. То есть я когда приходила к партнерам, к спонсорам, я говорила, вы знаете, я из Житомирской области, вот делаю здесь такое мероприятие, мы в конце любой встречи, обнявшись, плакали, они говорят, мы всем поможем, чем сможем, Чудаково, иди! Ну потому что мы честно делали свою работу. У нас правда была цель найти самую красивую девушку и отправить ее на главный конкурс в России, чтобы она там победила. А, кстати, были такие случаи? Были. А на Татаринцева у нас известная наша Анютка, она победила и у нас, и на красе России, потом поехала на международный конкурс Miss Pacific Ocean, там победила, в нее любился принц Филипин, писал ей письма, даже писал письмо Путина, чтобы тот выдал замуж за Анну, за него. Но Путин стойко сказал, мы свою красоту не продаем. Да, типа того, не знаю, как там было. И нашел себе Кабаеву. Скажи, пожалуйста, какие были ключевые точки в развитии этого конкурса? Ключевые точки были, когда мы поняли, что мы можем искать спонсоров, партнеров. И даже не среди бандитов. Да, 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 заниматься. Сейчас модное это слово краунфандинг. Я правильно его произношу? Да. Ну для Житомирской области вообще шикарно, на самом деле. Спасибо огромное. И мы просто тогда сами придумали первое коммерческое предложение. Это было очень круто. То есть мы написали все опции, которые мы можем предоставить. Там место в роликах, на афишах. Ну все, что обычный пакет. А тогда рекламный мир, он был очень узок. То есть люди вообще не понимали, как продвигать товары и услуги. И на тот момент со мной тоже случилась удивительная история. Я ехала с учебы домой. Я была студенткой Академии Госслужбы. И в автобус зашел абсолютно пьяный мужчина. Абсолютно прям вдрободат с двумя огромными чемоданами. И он мотался по этому автобусу вот так. Автобус, знаете, гармошка. Да, с резидом были. Они ехали на автозавод, эти автобусы номер 40, с площади Минна. И вот, значит... Я поясню для Нинини Нижегородцев. Это как примерно с Красной площади ехать куда-нибудь в Ихино. Да, да, да. И вот этот мужчина, значит, мотался и требовал, чтобы ему объяснили, где Московский вокзал, он должен выйти. И мне стало его так жалко, правда, по-человечески. Я взяла, ну, чемодан, вот, этого мужчину под мышку и вывела его на Московском вокзале. И, значит, он говорит, как тебя зовут? А он американец был. Я говорю, Катя. Вот, ну, он запомнил, Катя, спасибо. Я его раз там к людям, которые уже его проводили на поезд. В общем, это предыстория. А потом, значит, когда мы искали спонсоров на Мисс Нижний Новгород, была такая компания GSM. И она входила на региональные рынки. И у нас она называлась НСС. Нижегородская сотовая связь. Это уже впоследствии. И мы входим на переговоры с президентом этой компании. С этим предложением, которое мы написали. Мы очень старались. Первый нижегородский конкурс. И там сидит мой американец. Это он президент этой компании GSM. И он меня узнал, представляешь, Паш? Он меня узнал. Катя! И он нам выдал 10 тысяч долларов в 96-м году на конкурс Мисс Нижний Новгород. Поэтому у нас все сразу хорошо прошло. Вот видите, как правильно делать добрые дела на самом деле. Это вообще огонь! Это крутая история вообще! И мы отработали этот спонсорский пакет. У нас там все были опции соблюдены. И они были очень довольны. И мы даже связываем старт успешной компании НСС в Нижнем Новгороде, что вот мы их так запустили. Скажи, пожалуйста, ну, тоже вынужден задать этот вопрос. А какие-то проколы и факаты были, да? Конечно, конечно, проколы были, но... Про какой-нибудь... Ну, допустим, первый конкурс в 96-м году нам одевать... Девчонок помогал в бюро Мисс Москва. Это вот Татьяна Андреева. И когда мы ехали из Москвы, у нас что-то случилось с машиной. В общем, мы прям не успевали эти платья привезти. И нам пришлось там... Меня одели в это платье прямо на дороге, на трассе М7. И я голосовала, чтобы привлечь внимание человека, который там... И нас реально довезли в платье Юдашкина. Представляешь, я Чудакова голосую. Но мы успели, слава богу. А прокол был в том, что три платья сперли прямо с конкурса. Конкурсантки. Вот три из двадцати, ну, у них хранится платье Юдашкина, представляешь? Они же стоили денег прямо адских. Адских. Это была коллекция, первая линия, которую он специально делал для Красы России. И мне пришлось потом просто из своих денег... Все, что я заработала, какие-то там копейки, мне пришлось отдать как штрафные санкции за эти платья. Ну, на самом деле, проколов было много, но вот это вот хорошее настроение и вот этот драйв, который был... Вот второй конкурс в девяносто седьмом году, он вообще был жутким, по безденешью. То есть мы девчонкам договорились, дарили пластинки, такие пластмассовые ручки БИК, помнишь? И эти, скребки для бритья. Они когда открывали эти пакеты, говорят, а зачем нам это? Берите, отцам подарите. А еще у нас был спонсор, Почаинский винный завод, они делали вино-улыбка. Они тоже говорят, девчонки, у нас нет денег, мы вам вина дадим. И они, короче, нам дали 25 ящиков вина и сгрузили в офис. Короче, мы через 5 месяцев с подругой спились, правда. Моя мама уже забила этот. Вообще, потому что мы каждый день пили эту улыбку. В общем, главный прокол, конечно, был безденешний. Но это общий прокол всей страны тогда. Когда начался вот этот поворот к более позитивному? Когда я познакомилась с Ириной Чернышевой, это наш режиссер, и она как-то всю эту историю собрала, во мне очень много такой расхлябанности. Я не вижу картинку целиком, а вот Ира, она смогла сделать так, что мы теперь имеем название каждого конкурса, то есть тема. То есть она концепцию подбирала под каждой конкурс? Да, да, да. У нас чего только не было, уже и балет, и цирк, и экология, и Россия. Но она делает это безумно красиво. То есть у нас есть сейчас команда, прям команда, лучшая, я считаю, в мире, которая делает этот конкурс. И мы все влюблены вот именно в то, что мы в процессе разработки, ну, как бы, продукта. В конце у нас есть такая картинка, которая нравится всем. Это вот благодаря Ирине, Наташе Харычевой, наш художник, то есть хореограф. Вот. И художник по костюмам Инны Мироновой. То есть вот это моя активная команда. Помимо этого, ну, это уже теперь история мне знакомая, ты работала здесь главной в журнале, который назывался «Я покупаю», издававшись Екатеринбургским как раз концерном, назовем его таким, можно, издательским домом. Вот как раз, когда он пережил Москву, он искал главного редактора и нашел меня. Меня дернули из Петербурга. Я там тоже прошел все круги ада, но я и сам там был, конечно, молодец отчасти, но... Да, ты выдавал там перлов. Да, я там выдавал сам перлов, но надо сказать, что я просто оказался, конечно, в таких условиях жестких, в которых, может быть, другой просто... Ну, я могу сказать, что я до этого занимался спортом активно, и там за первые два месяца у меня была возможность, у меня был один выходной в неделю, у меня была возможность только один раз в неделю бегать в парке, вот как раз в Тимирелевской академии. Все, иногда я этого себе не позволял, и я на нерве кепа похудел килограммов на пять, просто сидя на стуле, понимаешь, и вот... Привет, Лариса Канцева! Это как бы к вопросу атмосферы, в которой я пока очутился там. Но суть не в этом. А ты-то как туда попала? Слушай, я попала тоже абсолютно случайно. То есть я себе делала конкурсы Мисс Нижний Новгород, возглавляла Центр эстетического развития детей работников правоохранительных органов Нижегородской области, правда. И тут вдруг мне позвонил мой очень хороший товарищ, говорит, вот у нас есть агентство по найму, такое международное, они ищут человека на позицию главной редакции. И я пошла туда на собеседование с Анной Дмитриевой, взяли меня, а взяли, потому что я, конечно, этого Алексея Харитонова, ну, просто очаровала тем, что я ему еще рассказала историю про 2000-й год, когда мы поняли, что некий тренд Мисс Нижний Новгород уходит, ну, так что-то остыло внимание. И я придумала такую штуку, а пусть в Мисс Нижний Новгород участвует мужчина, который абсолютно уверен, что он не хуже женщины. Потому что нет в правилах, что должны участвовать женщины. Ну, правда, зачем такое прописывать? И мы реально нашли Мишу Морозова, который подал заявку на участие в Мисс Нижний Новгород. И он очень серьезно был настроен, он хотел выйти со всеми девушками на сцену, он хотел заявить о себе, он действительно был очень красив. Ну, и сейчас, наверное, есть, мы не виделись давно. Но в какой-то определенный момент мне позвонили из приемной полпредства, Кириенко тогда был полпредом, и сказали, что до кого ты дошутишься? Если у тебя этот Миша Морозов выйдет в финале конкурса, а конкурс не будет проходить на главной площади города. Они боялись всех этих ЛГБТ-историй всяких? А это 2000-й год, тогда вообще-то еще тема была такой себе. Да, она и сейчас иногда такая себе, уж тогда-то я помню. И я попросила Мишу, я говорю, Миша, ну, к сожалению, я не смогу сделать так, что ты выйдешь на сцену. И тут началась заруба. Он подал на меня в суд, чуть ли там, ну, вообще, чуть ли не в Гагу. В общем, нас затаскали на все каналы. Мы уже были у Малахова, у Соловьева. И на каких только ток-шоу мы не были. То есть он орал на меня, что какое вы право имеете не принять меня на конкурс, раз он заполнил анкету и заплатил вступительный взнос. А я ему орала в ответ, что это нонсенс, что мужчина будет участвовать в конкурсе. Он говорит, ну, ты же сама меня приняла, ты оформила мою заявку. И мы прославились так, что, ну, правда, даже моя бабушка, которая жила тогда в Владивостоке, ну, это моя внучка. Она этого Мишку Морозова. А самое главное, что потом Миша Морозов даже, они поженились, им предоставляли граждан, ну, со своим парнем Денисом, да. Их обвенчал тот местный священник, который тоже хотел хайпануть. Но его отлучили от церкви тогда. И самое главное, что я считаю, что они могли тогда воспользоваться предложением Нидерландов получить гражданство. Они просто не уехали туда, а могли бы на этой волне уехать. И вот тогда я на собеседовании у Харитонова блеснула и Водяновой, и Мишей Морозовым. И он тогда Ларисе Канцевой, нашей прекрасной директрисе, сказал, слушай, ну, ты ее бери, но она абсолютно неподконтрольная. Ее надо прямо контролировать. Она говорит, ну, ладно, я как-то справлюсь. И меня Лариса, конечно, вот за эти 10 лет, но она меньше была моим руководителем, за 7 лет она из меня сделала прям человека, правда, структурного, руководителя, который умеет менеджер, управлять командой. Это было безумно интересное время для меня. Как приходилось продавать рекламу в Нижнем Новгороде? Это сначала вообще у них был стандартный запуск в каждом городе, и мы с удовольствием это делали, потому что у нас были примеры уже из Челябинска, из Екатеринбурга, из Ростова. Коллеги приезжали из других городов к нам помогать продавать рекламу, и на тот момент никто так не делал. То есть были продажи рекламы просто рекламных площадей, а мы продавали эмоцию, мы продавали любовь, красоту, глянец, и народ реально прям шел. У нас такие были финансовые показатели, что тот же Харитонов, который меня взял на работу, говорил, вы там чем торгуете вообще? У нас была рентабельность 57%, это просто мега круто. То есть мы в декабрьские номера отгружали по 6-7 миллионов рублей в один журнал. То есть такого сейчас, конечно же, никогда не будет, потому что все равно эта эпоха проходит. Но мы словили тогда вот эту волну первых, то есть мы были первые на рынке. До нас были журналы, но они не были созданы по такой матрице, когда было предусмотрено и мероприятие, и кофе-чай для клиентов, и команда профессионалов, фотографов, дизайнеров. То есть люди вообще ахнули по поводу того сервиса, который предоставлял журнал «Я покупаю». И поэтому мы были лидеры очень долгое время. Но все-таки ты же понимаешь, что рекламный бизнес – это общение с конечным клиентом, а конечный клиент – это иногда такой прекрасный человек. Да, который хочет, не зная чего. А давайте вот здесь крестик поставим. Да, да, да. У тебя же тоже наверняка была масса таких. Масса, да, масса клиентов. Но я могу сказать, что у нас и журнал отличался, допустим, от журнала «В Ростове-на-Дону». В журнале «Я покупаю» были там шмотки, дорогие автомобили, драгоценности. То у нас в журнале «Я покупаю» было очень много людей. То есть этим отличается Нижний Новгород очень серьезно от других городов России. У нас люди очень любят вот так заявить о себе. И мы очень много денег делали как раз на том, что делали персонифицированные проекты с людьми и продавали им вот такие очень красивые истории, фотосессии. Был проект «Моя Шанель», когда мы сфотографировали 50 женщин Нижнего Новгорода в образе Шанель. Очень всем нравилось. Ну, это всегда, конечно, заходится. А ты ругал нас за это? Возможно. Да-да-да, было дело, потому что нас постоянно чморило, что там за колхоз вы делаете. А мы просто шли по пути наименьшего сопротивления, продавали то, что продается. Потому что я был не продажник, на самом деле. Я до этого делал такой полумаргинальный гламурный контент петербургский. Я переехал из Петербурга в Москву и вдруг понял, что все, что в Питере клево, здорово и прочее, в Москве и наоборот. Все, что в Москве кич, в Питере как-то не заходит. Когда ты приезжаешь в Петербург, и там главная редактриса журнала Афиши курит Беломор. И она делает это не потому, что это поза какая-то, а потому, что ей так кайфово. Где ты это найдешь в Ниждемном городе, например. Питер, конечно, город особенный. Но это, кстати, сказалось потом, когда он выходил в журнал в Петербурге. Хорошо, а в этой издательской деятельности какие у тебя были самые яркие моменты, может быть, опять-таки, там, не знаю, истории, факапы или наоборот, глобальные успехи, по-моему, финансовых и прочее? У меня был глобальный успех по подбору команды. То есть я за 12 лет работы прокачала более 150 человек. То есть фактически это такое кадровое агентство? Да, мы очень много людей взяли на работу, очень много людей до сих пор остались со мной. И там, где я сейчас работаю. Но факт то, что у нас был такой тренд и такая фишка, что все, кто работал в журнале «Я покупаю», они все просто расцветали в каких-то других потом отраслях. Когда уходили из нашего журнала, они уходили с таким крутым багажом знаний о том, как делать продукт, как продавать, как улыбаться, как общаться с людьми. То есть вот этому я безумно благодарна, что я попала в Абак Пресс и познакомилась и с тобой, и Наташа Чавкина, и Лиза Ахтямова, там, Лена Аюпова. То есть у нас целая команда, и мы до сих пор все дружим. Я знаешь, почему я тебя выделил? У меня был тогда депрессняк. Я помню, что я выхожу из редакции на «Соколе» она была. Я понимаю, что я ничего не понимаю, что происходит. И мне нужна была какая-то такая платформа, которая бы меня связала с Петербургом. И я, короче, тогда еще были эти диски-проигрыватели. Я купил себе все песни группы «Кино». Я помню, что я выхожу, и вот от метели я иду, и вот кино играет в ушах, а вокруг все слушают какие-то там руки вверх и прочее. Тут Чавкина мне... Ой, извиняюсь. Чудакова. Чавкина это постоянно в Ростове. Чудакова мне заявляет про свою любовь в группе «Кино». Я как-то так сразу... А ты читал сегодня, везде пишут, что он был под маком и заснул за рулем. Поэтому я его не верю. Ну, я скажу циничную вещь. Мне кажется, он, в общем-то, вовремя умер, на самом деле. Еще неизвестно, что было бы потом, во что бы это все превратилось. А так он остался в наших сердцах. Героем. Прямо одно из лучших вообще явлений. Для меня до сих пор, я до сих пор фанатка, провожу тут всякие фестивали. Когда началась хлопываться эта история журнально-печатная? Когда к власти пришла супруга руководителя, хозяина бизнеса, Раиса. Забыла даже отчество, извините. Ну, в общем, она стала внедрять в общую систему, то есть ушла Лариса Канцева, вот это был переходный момент. И пришла вот как раз супруга. Это были проблемы уже внутренние, внутренние, да. Она не смогла мотивировать дальше сотрудников гореть продуктом. То есть мы все реально не уходили домой, пока не утверждали план, не видели, что у нас вот этот проект продался, допустим. То есть мы готовы были жить на работе, настолько мы любили то, чем мы занимаемся. А потом этого не стало, и поэтому люди по всей России стали расходиться. И мое решение уйти из «я покупаю», оно было обусловлено тем, что мне стало просто неинтересно. А вообще вот общая тенденция схопывания журнального рынка? Ну, я считаю, что здесь вот шоппинг-гид, каким был я покупаю, он просто стал неинтересен как продукт в России в целом. Потому что, ну, сейчас я не знаю ни одного шоппинг-гида на рынке, который бы жил нормально. То есть они все... Потому что сейчас есть инстаграм. Да, 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 да. И у шоппинг-гидов у них все равно в приоритете не контент, а реклама. Ну, так или иначе. А люди уже на это не покупаются. Им нужна эмоция, им нужна какая-то чувственность от продукта. Поэтому, ну, вот там Татлер, это совершенно другая история. Ну, то есть у него все равно есть свой круг читателей, потому что там интересные истории. Караван истории, там, ВОК. Я не знаю ни одного русского продукта, кроме собака, которая бы сейчас как-то себя нормально чувствовала. Хотя и собака, говорят, что там тоже есть много проблем. Ну, есть, к сожалению. Но это на самом деле даже не столько проблем с собаками. Конечно, это проблема в общей ситуации, когда интернет-технологии и прочее вытеснили это все. Ты же у нас еще мать. Я же мать. Я же мать. Я же мать двое маленьких мальчиков, которому старшему уже сколько? 18 скоро будет. 17 лет уже. А 18 мне уже. 18 мне уже, да. Скажи, пожалуйста, сейчас-то какие у тебя приоритеты в профессиональной деятельности? Может быть, ты уже там сказал, ай, да пошло на все или как вообще? Слушай, ну, у меня 7 лет назад диагностировали рак молочной железы. После этого я просто, ну, реально расставила приоритеты немного по-другому. Теперь в этой жизни главное я, а все остальные, ну, как бы пофигу, ну, правда. Относительно того, если они, это мешает мне жить. И если говорить о семье, то это главный приоритет. И я считаю, что так должно быть в жизни каждой женщины. Она должна понимать, что она волчица, и за ней идет ее стая. И поэтому, если говорить про какие-то сейчас течения моей жизни, то я все делаю так, чтобы я ни в коем случае не делала то, что мне не нравится. Это очень вредно для здоровья. Это очень вредно, да. Я это тоже понял. Да, да, да. И второй момент, чтобы ни в коем случае не ущемлять интересы моей семьи, моих детей, моего мужа, потому что, ну, этого не должно быть. То есть я не говорю, что я должна быть всегда рядом с ними, но, по крайней мере, мы должны договариваться. Потому что раньше, когда я даже работала, я покупаю, я была одержима работой. Ну, это нормально для женщины, которая, допустим, находится в ситуации, когда у нее нет детей, или она там не замужем. Ей есть, ну, куда себя отдать. А когда ты берешь на себя ответственность и рожаешь ребенка, ты должна понимать, что ты должна быть матерью. Прежде всего. Ну, что я тебе могу сказать? Ты просто, мне кажется, вообще один из таких... У меня просто есть еще москвит-курсантка, у меня тоже дегностировали рак, и она очень позитивная. Она все время тоже очень вот такая на позитиве, улыбается. Выпивает? Иногда выпивает, да, иногда выпивает, на самом деле. Но, в общем, это говорит о том, что то, что для некоторых людей кажется проблемой, на самом деле, когда... Я, например, всегда вспоминаю свою бабушку, Бат-Канесу, да. То есть выясняется, что если провести буквально рядом, вот, может сидеть человек, и выясняется, что твои проблемы, они... Вообще фигня. Вообще не проблема. Это, знаешь, как мне красят волосы в парикмахерской, говорят, ой, у вас, наверное, сейчас волосы испортятся, там, начнут вываливаться. Я говорю, да ничего страшного, я 7 лет назад вообще была лысой, даже без ресниц, без бровей, как-то пережила этот момент, поэтому пусть отваливаются. Ну, ладно, Катя, большое спасибо, ну, мы с тобой не в последний раз, да, тут видимся. Ну, а вы, дорогие друзья, оставляйте ваши комментарии, вот там вот, под этим выпуском, увидимся, пока.